Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Таймур Атаев. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Али совершил визит в Литву. Были подписаны ряд документов. На итоговой пресс-конференции были заявления для прессы, выступили главы государств. И мы поговорим о некоторых итогах этого визита с директором Института философии и социологии Национальной Академии Наук Ильхам Амедзаде. Добрый вечер! Ильхам Али. В рамках сотрудничества с Литвой, как сказал президент Азербайджана Ильхам Али, важную роль играют связи между Евросоюзом и Азербайджаном. Наверное, здесь можно добавить такие цифры, что вот только в 2022 году Литва реализовала 4 партнерских проекта ЕС в Азербайджане. И в настоящее время еще реализуется 5 твининг-программ по этой же линии Евросоюз и Азербайджан. В текущем году Литва также планирует оказывать помощь Азербайджану в области противоминной деятельности в рамках инициативы ЕС. И в свою очередь президент Литвы Гитана Затнауседа актуализировал использование возможностей политики восточного партнерства для сотрудничества и поиска путей углубления стратегического партнерства. Вот как вы охарактеризовали бы эту ситуацию, ну и ваш взгляд вообще вот с этой точки зрения на итоге переговоров? Вы знаете, считаю, высоко оцениваю взаимодействие Азербайджана с Литвой. Дело в том, что в последнее время в наших отношениях по поводу Карабаха с Арменией Евросоюз приобретает важное значение. Все больше и больше он занимается проблемами Южного Кавказа. Евросоюз заинтересован в Южном Кавказе. В принципе, может показаться, что он выступает нередко за правильное решение карабахской проблемы или вопроса. С точки зрения международного вопроса. Да. Но это только может показаться. Дело в том, что Евросоюз это достаточно серьезное и вместе с тем нередко может быть рыхлое какое-то объединение. Не каждая страна в Евросоюзе имеет равный голос и равное воздействие. В данном случае Литва, несмотря на то, что она достаточно небольшое государство, находящее где-то на излете Европы, достаточно поздно вошедший в Евросоюз, является обладающим достаточно активным участием в принятии решений Евросоюза. Кстати, сейчас вот последние два года мы видим, насколько уверенно, насколько четко, конкретно высказывается Литва по важнейшим вопросам мировой геополитики. Вот это и говорит о том, что выбор диалога с Литвой очень важен и он одобрительен, потому что у Литвы несоизмеримо большие возможности в Евросоюзе, несмотря на то, что небольшой, в общем-то, она является небольшим государством. В данном случае Евросоюзе когда-то раньше, если первую скрипку играли такие гиганты европейского масштаба, как Германия, Франция, то сейчас все чаще и чаще мы слышим, Польша заявляет о своих претензиях, больших европейских претензиях. А Польша, это значит Литва, тут же возникает где-то на переметке. Какие-то исторические ассоциации. Конечно, и не только исторические. В общем-то, восточные европейские страны сейчас в Евросоюзе имеют большое значение, и в данном случае их отношения Польша, Литва, ну и так далее. Здесь, знаете, вот вы говорите, в марте 2022 года как раз-таки обсуждался даже, ну до этого был Люблинский треугольник, а затем уже как раз министр странных дел Великобритании, Листрас, она как раз приезжала в Киев, и там была объявлена вот эта вот четырехсторонняя такая Великобритания, Литва, Польша, Украина. Как раз об этом вот шел разговор. То есть, то, что вы говорите, вот эта связка. Обратите внимание, что Великобритания, которая не является, в принципе, частью ЕС, она, в общем-то, ориентируется на Польшу и Литву. Это говорит о значении, в общем-то, этой страны. Конечно, тут же возникают исторические аллюзии, аналогии и так далее. Речь Посполитая вспоминается. Это один момент. И второй момент, который четко показывает, Литва, на самом деле, в прошлом году оказала достаточно активное участие в рекультивации проблем Карабаха в Азербайджане. И в этом плане естественен, в общем-то, этот визит. И я так понимаю, что он прошел весьма успешно, потому что саму Литву тоже интересует Азербайджан. Не только Азербайджан заинтересован в Литве, но и Литва заинтересована в Азербайджане. Это та часть программы, которая связана с тем, что для Евросоюза очень интересные источники. В данном случае Азербайджан – это нефть, газ. Азербайджан – это выход нефтегаза в Европу. И в данном случае Литву тоже, в общем-то, Азербайджан в большой мере интересует. Ей тоже важно использовать свое геополитическое значение, то есть контакты с пост Европой, с Евроазией, с тем, что является не совсем Европой, но от чего зависит самочувствие. Тут что интересно, вот то, что вы говорите, Ильхам Алиев сегодня отметил, что транспортные маршруты, соединяющие Каспийское море, это к тому, что вы говорите о Южно-Кавказском коридоре, но это в эту сторону, а в целом мы говорим и о газе в целом. То есть соединяющие Каспийское море, Южный Кавказ с Балтийскими странами известны, и реализуя эти связующие проекты, мы добьемся успешного сотрудничества в этой сфере. Тут еще, конечно, можно даже отметить, вот недавнее строительство Литвы газопровода, соединяющего эту страну и в целом страны Балтии с ЕС, и газовую сетью. Здесь уже проявляется, но это чисто может пока экономический такой момент, возможности литовского терминала сжиженного природного газа и перспективы поступления как раз азербайджанского голубого золота в Литву через соединение с Европейским Союзом. То есть звучит в целом многообещающе и перспективно, и плюс думается, что вряд ли же, конечно, был предусмотрен и бизнес-форум тоже в рамках этого сегодняшнего визита. В принципе, Литва это, с одной стороны, достаточно развитое сельское хозяйство, это исторически всегда так было, и достаточно развитое, технологичен, в общем-то, промышленные возможности страны. И одновременно в целом она вот есть в каком-то смысле, вот если вспомнить о Триморье или Междуморье, то получается, что в принципе Литва связывает Балтийское море, Черное море, Средиземное море и Каспийское море. Может быть частью вот этого, вот этих связей. Триморье, говорится. Триморье, Междуморье называется. Да, Триморье, Междуморье. В данном случае вот этот, когда-то у нас был большой интерес в проектах связи Каспийского моря, Черного моря и Средиземного моря. И объективно говоря, Балтийское море тоже есть часть вот этого, ну скажем так, союза морей, может быть так. Не все здесь просто, естественно. Сейчас мы знаем, что некоторые связи разрушены в результате того, что происходит между Россией и Украиной. Но тем не менее, вот Балтийское море важный момент для связи, коммуникации Евросоюза с неевропейским миром. Поэтому, я думаю, для Азербайджана эти связи представляют интерес. Зная о том, насколько сложны отношения Прибалтийских республик с Россией, можно представить, что Литва заинтересована в расширении связей с той частью бывшего Советского Союза, которая, в общем-то, открыта контактом. Азербайджан из таких государств, в принципе. И в этом плане, в общем-то, здесь возможности, наверное, большие. Ильхам Али, вот сегодня речь шла о стратегическом партнерстве. Но мы уже неоднократно отмечаем в рамках нашей передачи такой важный момент, что, да, можно же говорить о стратегическом партнерстве, можно говорить о геостратегическом партнерстве. Действительно, это между нами даже вот то, что вы перечислили, это еще небольшой объем. Сегодня и документы были подписаны, меморандумы. Но все это в обязательной степени для того, чтобы стыковались взаимоотношения между странами, конечно, должны подпитываться культурно-гуманитарными связями. Вы очень часто тоже присутствовали, принимая наше пригласение, участвуясь в передачах, делитесь своей информацией по поводу того, насколько по линии Академии наук идут связи. Наверное, есть информация тоже и по связям Академии наук Литвы, имеется в виду научных кругов Литвы, Азербайджана, может, по вашей линии конкретно. В принципе, эти связи могли бы быть и больше, и более разветвленные, но они есть. И о них, наверное, можно интересно рассказать. Я бы что отметил. Ну, прежде всего, я вспомнил, конечно бы, гуманитарные форумы, международные гуманитарные форумы в Баку, которые проходили. Там всегда участвовали литовские экс-президенты, Грибовская, вспоминается. Участвовали ученые, журналисты из Литвы. Не раз я встречался с ними. На память приходят, в общем-то, встречи на секции мультикультурализма. Был даже такой интересный момент. Была небольшая дискуссия на одном из форумов по мультикультурализму, международного гуманитарного форума на секции мультикультурализма. И после того, как я выступил о том, какова политика Азербайджана, мультикультуральная философия мультикультурализма, социология азербайджанского мультикультурализма, один из литовских гостей ученых сказал, что в Литве тоже есть мультикультурализм. На что я ему сказал, что вот в Литве когда-то, например, были гетто еврейские. То есть, это я к тому, что мультикультурализмы бывают разными. Хотя в данном случае я должен отметить, что есть и иные контакты другого типа. Например, мне вспоминаются связи нашего института философии с Литовским институтом философии и социологии. И вы знаете, было очень много совместных попыток наладить взаимообмен, взаимодействие. Вот я вспоминаю книгу по этике, которую готовили литовские философы, Жамайтис, мне приходит в память, такой философ был. И там достаточно активно были представлены азербайджанские философы, которые занимались проблемами этики и морали. Это современная школа? Да. Нет, это не современная школа, это школа конца 80-х, начала 90-х годов. И тем не менее, это факт, вы знаете, что связи в науке, они всегда как бы закладываются. Нельзя сразу их заложить, это достаточно длительный процесс. Он начался еще в конце 80-х, начале 90-х годов. И продолжился далее. Опять-таки, я вспоминаю, что несколько лет назад, например, я сам читал лекции по азербайджанскому мультикультурализму. Есть такой Вильнюсский университет, педагогический университет. Сейчас он называется Литовский педагогический университет. Это достаточно солидное научное учреждение, достаточно большим авторским учительским ученым коллективом. И вы знаете, в общем-то, там тоже было достаточно большой интерес к азербайджанскому мультикультурализму. Большие группы студентов были по нынешнему временам. На каком языке вы читали лекции? На русском и английском. Уровень моего английского, может быть, не позволял исключительно читать лекцию на английском. Но, в общем-то, участвовал в дискуссии на русском языке со студентами. И я знал, что литовские студенты не очень благоволят русскому языку. Но ради получения информации это их интересовало. И, в общем-то, их очень интересовал азербайджанский опыт мультикультурализма. — И сколько времени длился этот курс? — Ну, дней 10, я так понимаю. Там не только я читал, естественно. Социологи выступали там, в свою очередь. То есть, азербайджанские социологи. То есть, это говорит о том, что, в общем-то, в этом направлении поддерживаются отношения. Потом я еще должен сказать, мне интересным показалось в этом университете, построение, организация дела в философии. Философия у них, скорее, скажем так, коммуникативное действие. Основу философии литовской составляющей, современной философии, философской мысли. В Азербайджане нас интересуют более метафизические и историко-философские проблемы. А в Литве философия фольклора, философия литературы. Оказывается, так сказать, на самых основных позициях. Что еще я могу сказать? Хорошо развита социологическая мысль. Она не только, кстати, в Литве, но и в Эстонии, и Латвии хорошо представлена. В общем-то, может быть, из-за интересующихся моментов я бы отметил, что и Академия Литовской Республики, в общем-то, достаточно интересная организация, учреждение. В общем-то, мне представляет интерес группа экспертов, которые работают в системе Академии наук Литвы. В общем-то, можно было... Знаете, как много там иностранных экспертов-ученых. Хорошее это дело. Это вовлекает Литву в европейское научное пространство. И вот я по-хорошему завидовал, как они часто получают гранты, поддержку хороших университетов Европы. В общем-то, и где-то всегда думал о том, что нам надо пройти по этому пути азербайджанско-академической мысли. А вот наличие экспертов-иностранцев – очень важная вещь вовлечении научной мысли в европейскую орбиту. Вы берете сейчас только философскую мысль, социологическую? Вы знаете, я говорю о философии большей степени, потому что я занимаюсь философией. Но опыт философа в данном случае может быть интересен для всех ученых. В Литве хорошо развита химическая физика. Эти сферы очень развиты. То есть, по большому счету, но главное дело не в этом. Дело в том, что литовские ученые – это часть европейского пространства, потому что европейские ученые выступают экспертами в принятии решений литовскими учеными. Это очень важно. То есть, они становятся общей частью коллектива европейских ученых, европейской науки. В этом плане нам есть куда расти. У нас есть хорошие связи с турецкими учеными. Есть проекты по линии Тубитак, по линии Туба. Но этого недостаточно. Речь идет о том, что эксперты из различных европейских стран по различным наукам должны принимать участие в принятии решений нашей академии, нашими учеными. Это было бы очень здорово. И я думаю, мы никуда от этого не денемся. Поэтому опыт Литвы для нас интересен. И я, в принципе, предполагаю, что хорошо было бы этим пользоваться. Смотрите, сколько вы привели таких фактов даже из своего опыта. Это вообще очень интересно. То есть мы очень часто касаемся бакинских форумов, которые проходят у нас. И не только гуманитарные, но и различные саммиты в Баку. Пусть движения не присоединили какие-то по минной проблеме или связанные с ПРООН и так далее. Но вы даже привели факт, что по мультикультурализму эта секция, я так понял, секция в разе бакинского как раз гуманитарного форума. Одна из секций, может быть, основных секций. Да, и посмотрите, настолько все же их, вот даже вы в дискуссию вступили с представителем Литвы. Значит, настолько их заинтересовалось, что вас пригласили читать лекцию. Да, не только, вы говорите, социологи, еще другие лица были. То есть все же опыт Азербайджана, интерес к Азербайджану с точки зрения того, что такое мультикультурализм в мире, это значимый вопрос. Тем более мы видели, и все время обращаем на это внимание, что лидеры европейских государств говорят о провале мультикультурализма, идеи мультикультурализма в Европе. Мы со своей стороны все время говорим, как может быть провал. Мультикультурализм или есть, или его нет. Это же не то, что можно законом, да, можно лекции прочитать, можно объяснить, можно обучить, можно факты. Но если в самом обществе нет вот этого цемента, взаимопонимания между представителями различных религий, различных национальностей, цвета кожи, скажем, ну это не обязательно в первом времени к Литве или к Азербайджану, но в целом к миру. То есть если этого нет, если внутри нет этого воспитания, если нет внутри вот культуры взаимопонимания, взаимообогащения и желания воспринимать чьи-то праздники, воспринимать чьи-то традиции и так далее, культурные традиции, танцы, песни и так далее, то здесь, конечно, сложно говорить, это насколько удастся. Вот опыт Западной Европы, к сожалению, показал, и даже сейчас мы видим с этим вопросом мигрантов же какие-то там огромные скандалы. Вот сейчас мы видим между Францией и Италией. Мы как раз рассматривали этот вопрос, там очень серьезный сейчас идет конфликт между Францией и Италией, там очень серьезное недовольство официальным Римом, официальным Парижем. Ильхам Алиев, ну, было вот много сегодня таких моментов, которые затронули главы государств. В частности, Ильхам Алиев подчеркнул о том, что был проведен обмен мнений по сознанию в Литве и Азербайджан возобновляемых видов энергии и в ближайшем будущем, он сказал, будет возможным двусторонне сотрудничество в данной области. Речь шла и о привлечении тоже на бизнес-форуме, скажем так, в Карабахский экономический район бизнесменов. То есть мы видим, что вот эта зеленая энергетика, зеленая энергия, ВИЭ, как говорится, это имеет сейчас очень серьезное распространение в мире. Азербайджан в некоторых моментах проявляется, вот сейчас мы видим, совершенно новые проекты. И в Баку, скажем, в Карадахском районе, и в Карабахе, причем уже в различных регионах Карабаха. Вот что вы скажете об этом с точки зрения перспектив? Вы знаете, вначале о том, что вот чем сложен для некоторых стран мультикультурализм вдруг стал, и почему они объявляют о смерти мультикультурализма. Мигранты, большие толпы мигрантов вдруг стали пытаться устроиться в Европе. Это сложная проблема, потому что мигрант, это непростая проблема, включает в себя экономику, политику, социальную сферу, образование. И решать эти вопросы надо теперь и сейчас, как когда-то говорил Мишель Фуко. Это очень сложно. В этот момент европейский мультикультурализм может не вытерпеть столкновения с реальностью, сложной реальностью. Нужны какие-то конкретные политические ходы, шаги и так далее. Здесь может быть сложности. Когда мы говорим о мультикультурализме, например, Азербайджана, тут вопрос стоит иначе. Мы сложились, у нас нет больших вариантов, проблем с мигрантами и так далее. У нас есть некоторые вопросы, например, с диаспоральной политикой Азербайджана, как азербайджанцы, живущие в других странах, в частности, в Литве есть небольшая, но, в общем-то, диаспора азербайджанцев. И как мы можем их вовлечь в азербайджанские дела? Это, как видите, немножко другой аспект проблемы. Не здесь нас мучают мигранты, а вот есть вопрос того, как привлечь азербайджанские диаспоры в делам в Азербайджане, как привлечь их бизнес-проектам и так далее. Это, в общем-то, немножко другой аспект. Но с литовцами, например, есть интерес. Вот у нас есть идеология азербайджанизма, азербайджанства. А в Литве есть литуанистика, потому что временами Литва меняла свое представление о самой себе. Вот литовцы – это вначале Речь Посполитая, это славяне, которые перестают быть постепенно славянами. Насколько они смогли стать литовцами? Это непростой вопрос. И напомню, что в Вильнюсе, например, когда-то жило больше поляков, чем литовцев. И сейчас, кстати, на улицах Вильнюса чаще слышится русская речь, чем, например, литовская речь. На улицах Вильнюса. Хотя в вузах больше литовской и английской речи. Это есть проблема. Как они будут решать, им виднее. Но я хочу сказать, что в Азербайджане, азербайджанство, несколько другой момент. Мы все говорим на азербайджанском языке, улицы Баку. И университеты, и академия на азербайджанском языке говорят, и язык, государственный язык для нас важнейшая ценность. У нас в этом плане нет проблем. На азербайджанском говорят, в принципе, и те небольшие группы неазербайджанцев, которые живут с нами вместе, в одной семье. В принципе, азербайджанство. И принимают. И, кстати, вот отмечание, вот я совсем недавно был на конференции в Болгарии. В общем-то, мы видим, как все, многие европейские страны знают, что вот столетие Гейдара Алиева, Зарифы Алиевы, те особенно страны, которые являются с нами в контакте. Например, Болгария это интерконнектор, да, азербайджанский там. Ну, и плюс же там помощь со стороны фонда Алиева была. Да, да, да. В этом плане, вот наша диаспора, например, в Литве, до нее возлагаются определенные, в общем-то, функции. Она может вовлечься в отношения между Литвой и Азербайджаном в позитивном смысле слова. Поэтому мультикультурализм не умирает, но он видоизменяется. Я, например, Литвы сказал, допустим, как он меняется. Меняется, в общем-то, палитра того, из чего состоит литовская нация. И вот меняется мультикультурализм. Иногда в момент перемен слагаемых может нарушиться и может кто-то сказать о смерти мультикультурализма. А потом заново возникает, в общем-то, вот эта новая общность, которая называется по-старому, но она уже новая. Теперь насчет экономики. В принципе, любая европейская страна имеет возможность помочь в рекультивации, в построении умных городов и сел в Карабахе. И их к этому делу надо привлекать. Любая европейская страна может принять участие в очищении от мин территории Карабаха. Вы знаете, это очень важная задача. И, в принципе, Европа, ЕС, напоминаю, в общем-то, минскую группу, давно почившую в БОЗе, но они несут ответственность за то, что Карабах загажен, превращен в ту ситуацию, которую... Так они несут ответственность своим бездействием, фактически. Своим бездействием. Кстати, бездействие сильных мира сего, это, в общем-то, наказуемо для самих их. Поэтому они обязаны нести. И чем больше стран Евросоюза поймут свою ответственность, поэтому вот визит нашего президента и первой леди, первого вице-президента, свидетельствует как раз о том, что вот надо, чтобы литовцы знали, что вот Евросоюз несет ответственность за Карабах, за восстановление Карабаха. Потому что 30 лет они ничего не делали или прикрывали свое бездействие прекрасно душными словами. Азербайджан сам решил четыре резолюции. Это о многом говорит. И, по большому счету, я считаю, что, в общем-то, мы можем договориться, мы можем подписать мир с Арменией, но ответственность Армении и Евросоюза, и других стран мира за то, что они допустили такое уничтожение Азербайджана в Карабахе, они должны нести. Имеется в виду культурные памятники. Конечно. Памятники. Вот я как-то говорил. Мечети. Вы знаете, все культурные памятники уничтожены. В принципе, это пустошь. И причем и в Карабахе, и в Армении на исконных землях. Вы знаете, у нас недавно был бельгийский ученый, который пишет книгу о Бельгии, это центр Евросоюза, это понятно. Он пишет книгу о Карабахе, и его интересует, почему Шуша Азербайджан. То есть до сих пор нам, ну мы ему как надо ответили в Академии наук, но я хочу сказать, что нам четко надо знать, ответственность не нашу, а именно Евросоюза за положение дел в Карабахе, и доносить это до всех европейских стран. Но ответственность же вы... С Литвы до, в общем-то... Вы, кстати, очень, так скажем, мудрость с философским таким, с философской значимостью подчеркнули. Конечно, ответственность. А 30 лет, вот вы отмечаете, бездействие. 30 лет не просто игнорирования, а отдельной Франции уже с этой тоже... Понятно, это французской политикой, которая фактически, будучи одним из сопредседателей, практически очень молча созерцала на то, что происходило. Ведь уничтожались и памятники культуры, да элементарно уничтожались природные богатства. Что творилось вот сейчас, журналисты, которые, ну, будем говорить, объективные уже появляются статьи, приезжают своими глазами, видят, фактически в ноль превращены города, руины. С нуля надо восстанавливаться. Конечно, это ответственность. Это тоже самая минная проблема. Где реакция мощная? То есть мы опять не видим политической оценки. Вот как ее не видели, да, 4 резолюции были приняты, результата не было. Пока силовым, благодаря уставу ООН и статье 51, силовыми методами не была восстановлена историческая справедливость. Опять молчаливая. То же самое, причем вот эти мины, вы сейчас отмечаете, и Литва готова вот в этом году оказывать как раз-таки помощь в этом вопросе. Получается, что в 2021 году даже сюда завозились эти мины. То есть об этом вот мы в международном сообществе, к сожалению, не слышим. Вы знаете, по большому счету ответственность Европы большая должна быть. Я напоминаю, наш президент говорил об ответственности Франции перед Алжиром. Ну, бросили Алжир, в принципе, после войны. И как это может вписываться вообще в высокие идеалы европейского, например, просвещения? С другой стороны, вся Европа несет ответственность за Южный Кавказ. Мы теперь видим, как они хотят, когда хотят вмешиваться в дела Евроазии, что они могут творить. В данном случае понятно, что, ну, получается, как бы двойные стандарты. Например, какие-то в Европе, да, европоцентризм, Европа, в общем-то, ощущение своего превосходства. Ну, у превосходства есть другая сторона. Вот ответственность за то, что вот творится под твоей сенью. И вот то, что Армения своей агрессией вытворила в Карабахе, я думаю, что мы долго будем доносить до Европы, вообще до мира, и обязаны доносить. Мы можем подписать мир, и, наверное, мы его подпишем, и, наверное, у нас восстановятся отношения с Арменией. Но то, что вот, то, что они вытворили, это, я думаю, мы должны все время, в общем-то, педалировать на встречах со всеми европейскими странами. Иль Гамалин, как раз-таки вот вы сейчас затронули тему подписания мирного соглашения президент Азербайджан Аль-Хамалиев сегодня подчеркнул, как раз-таки в заявлении для прессы, что подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном неизбежно в плане его соответствия международным принципам и нормам. То есть, опять-таки, важнейший оттенок. Дело даже не в самом, как вы говорите, мирном соглашении, а именно на основе соответствия международным нормам и принципам. То есть, суверенитет, территориальная целостность. Это те пять принципов, которые Азербайджан уже озвучил, которые Евросоюз принял, но которые пока только голословно признает Армению. Признает уже, ну, может быть, год, допустим. Признает год. Пусть полтора на словах. Сейчас более активно это пошло. Сейчас уже квадратные метры, они говорят. Сейчас уже к 1991 году апеллируют и так далее. Уже и на Вашингтонской площадке, это, говорится, уже и на Брюссельской. Но где гарантия вот той ответственности за Армению, вот того же Евросоюза, той же самой миссии, которая так называемая гражданская, где люди в погонах представлены, после того, как они появились, начался обстрел азербайджанских, опять-таки, районов. А где то же самое было перед пражской встречей, то же самое вот сейчас происходило перед Брюсселью. Каждый раз вот эти вот попытки обострить ситуацию при молчаливом наблюдении или миссии, или каких-то европейских структур. Вы знаете, здесь надо как бы два момента, мне представляется, важным. Первый момент, то, что наш президент Ильхам Алиев целенаправленно, в общем-то, поступательно продолжает свою линию на решение, на подписание мирного договора. В общем-то, и это видно, как вот поступательно идет эта политика. Этот момент, надо признать, ведется, ну, в общем-то, как бы очень поступательно. И это позитив, большой позитив, это наш большой потенциал. Мы видим, как Армения выкручивается и так далее, но в результате поступательной политики нашего президента, в общем-то, Пашинян все больше и больше, но не значит, что окончательно где-то вынужден отдавать свои позиции, сдавать позиции и двигаться к миру. Этот процесс, он как бы мы видим, он идет очень медленно. Многие, может быть, хотели бы, чтобы это совершилось бы очень быстро, но быстро не бывает в политике. Это долгий процесс. В этом процессе обязательно Азербайджан должен, ну, ставить Евросоюз. Любые государства, которые хотят принимать участие в этом процессе, вы говорили о Вашингтонской, есть Московская площадке, есть Пресельская площадка, каждая из этих площадок должна нести свою долю ответственности в этом деле. Они потому что хотели бы в этом участвовать, но ответственность делить не хотят, а должны делить. Раз уж площадка берется как площадка, то она должна нести ответственность. По крайней мере, за ту сторону, которая может развязать, стрелять, убивать, ставить, сыпать мины новые. Не отходиться от агрессивных замуж. То есть, уж если ты берешь на себя функцию площадки, то это и твоя ответственность тоже, а не только Армении и Азербайджана. Это обязательно каждая сторона, каждая площадка должна понимать четко, потому что как бы очень легко сбросить всю ответственность, например, на Армению или на Азербайджан. Ну, так не пойдет. Площадка несет ответственность. Ильхам Алиев, ведь вот этот момент и важный, то, что сегодня Ильхам Алиев заявил, об опоре на международное право и принципы. Опять я вот возвращаюсь к этому. Потому что уже сколько времени вот эти пять принципов, они фигурируют везде. То есть их признал Евросоюз, потому что еще на второй встрече Шарль Мишель, после того, как встреча трехсторонняя еще состоялась, без того, как в Праге подсел Эммануэль Макрон, он в своем выступлении перечислил буквально все эти, он не сказал, что это азербайджанские принципы, но он фактически все эти пять принципов перечислил. Никол Пашинян, возвратившись в Ереван, он как бы сказал, что мы признаем какие-то определенные принципы, но тут же дезавуировал сказанное Шарль Мишель. И вот это вот то, что вы говорите, постепенно он эту позицию меняет, пока еще мы видим на данный момент, да, риторика есть, риторика меняется. Сейчас они ставят вопрос уже несколько по-другому, но все время попытка интернационализировать. Вот в чем разница, вот ваш подход, например, когда вы говорите об ответственности европейского или мирового сообщества в целом, будем говорить о Евросоюзе, ответственность в том, что если вы проводите переговоры, если вы предоставляете, как вы говорите, площадки, то как минимум старайтесь обеспечить то, что там сказано, или то, что сказано вами на пресс-конференции. То, что хочет Армения, там в прямом смысле слова, привезти сюда каких-то наблюдателей, поставить их в прямом смысле на границе, в Армении, в Азербайджане, добиться этого. Цель совершенно, тут цель не об ответственности, а цель обеспечить, вот, как вы отметили, агрессивные устремления. И вот эти вот провокации со стороны Европарламента, со стороны французского Сената, со стороны определенных других сил, или закрытие глаз ЮНЕСКО на то, что происходило, и то, с чем сталкиваются сейчас наблюдатели. Это все звенья той же самой цепи, чтобы не допустить в определенной степени решения именно реализации тех принципов, которые озвучил Азербайджан. И мы видим, сколько это тянется. Да, вы знаете, это очень интересный вопрос, как Армения пытается, в общем-то, выбраться из очень непростой для себя ситуации. И в данном случае три площадки, это ее возможность, как бы, каждый раз сталкивать площадки друг с другом. Я, конечно, эвфемизм испорчу. Попытки, это их попытки. Она пытается. То есть, как бы, три площадки дают возможность на всех площадках, в общем-то, выкручиваться с помощью этих площадок. Это надо иметь в виду, что непростые временами отношения между Евросоюзом, Соединенными Штатами и Москвой дают возможность Армении играть, в общем-то, вот в свою скрипку. Но, тем не менее, поступательная политика Азербайджана, она четко, как бы, вынуждает противную сторону, в общем-то, сдавать, по крайней мере, в риторике своей позиции. Это мы видим. Тут еще мудрость в чем официального Баку, что вот это вот искусство дипломатии, что не только Армения. На наших глазах вот то, что вы отметили, таким очень определением, интересным поступательно, да, постепенно, поступательно, но движение вперед. Да, европейцы уже совершенно по-другому многие стали смотреть на эту ситуацию. Вообще, вы знаете, я иногда об этом думал. В 90-е годы в политологии, конфликтологии все все время говорили о компромиссе. Компромисс стал вообще чуть ли без компромисса, нет политического теории, конфликтологии нет и так далее. И немножко, как бы, потеряла значимость вот эта поступательная решимость добиваться своей правды. На основе исторической справедливости. И не только исторической справедливости. Международную. Рациональная политическая мысль, рациональная правовая мысль, вот правовая практика, политическая практика, где вот одна сторона, конечно, пользуясь своими возможностями, отстаивает точку зрения. И вот сейчас, я так понимаю, что в политику, в современную политику, Азербайджан, кстати, принес вот эту поступательную решимость доводить то дело до своего финала. Логического конца. Да, ну, не конца, конечно, до начала нового начала. Нового витка. Да. Правильно. Потому что Азербайджану и Южному Кавказу предстоит большая задача. Много вопросов возникает. Вы знаете, сегодня Южный Кавказ это значимый геополитический узел. От него многое зависит. Я так понимаю, что, в общем-то, я об этом и писал, и говорил. Китай, Тюркский мир и так далее. И Европа. Это оригинальный геополитический узел. Поэтому здесь поступательность Азербайджана, она оказывается к месту сегодня. Она необходима. Она дает возможность, в общем-то, надеяться на то, что Южный Кавказ выйдет из трясины конфликта. Армянская позиция, она напротив, она обречена в каком-то смысле. Она вредна не только для Армении, не только для Азербайджана. Она для Южного Кавказа вредна. А в перспективе и для более больших регионов она вредна. Она мешает начаться процессу. Но вы же говорите, вот этот новый формат, новое развитие, новый этап. Вот начало нового развития, оно связано с тем, что необходим мир на Южном Кавказе. Вот Карабах должен стать связующим, а не разрывающим Южный Кавказ. В общем-то, ну, Армения противостоит, в общем-то, перспективам. Причем своим тоже. Ну вот, как-то так может быть. Ильха Малимовна, хотелось вас поблагодарить за такую обстоятельную беседу. Причем, вот что интересно, получается, смотрите, обсуждаются на встрече глав государств Литвы и Азербайджана важнейшие вопросы. Здесь энергобезопасность Европы, здесь чисто Азербайджан и литовские взаимоотношения, здесь и вопрос минных полей, здесь и вопрос бизнес-форума, освоения Карабаха. То есть масса вопросов. И по правоохранительным органам по сотрудничеству был заключен договор. Вот вы привели такое сотрудничество между Академией наук. Это даже вы лекции читали на английском, на русском языке. Вы привели кое-какие факты из истории Литвы, показали, скажем, взгляд на... Ну, ваш взгляд, такой субъективный взгляд на ситуацию в Литве сегодня. То есть рассмотрели мы и геополитические оттенки, взаимоотношения с Польшей, взаимоотношения с Европой в целом. И получается, что в любом случае настолько на сегодня вот мир взаимосвязан, что все равно мы возвращаемся, и президент Азербайджана в очередной раз подчеркнул ситуацию на Южном Кавказе. И то, что вы вот как раз-таки в конце своего ответа на последний вопрос подчеркнули, что настолько Южный Кавказ становится цементирующим звеном уже не только в регионе, а в целом в нашем серьезном ареале, потому что путь от Китая до Европы проходит через Центральную Азию Кавказ. Что действительно вот это вот мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, причем именно на основе, как подчеркнул президент Азербайджана, международных норм и принципов, это становится основополагающим для безопасности мира, стабильности далеко, не только в регионе. Думаю, на этой ноте мы закончим, завершим нашу сегодняшнюю передачу. Напоминаем, что с нами сегодня был Ильхам Амедзаде, директор Института философии и социологии Академии наук Азербайджана. Вам, дай Бог, здоровья, чтобы вы еще побольше этих лекций читали и пробивали идеологическую брешь. Потому что есть, безусловно, очень много заинтересованных именно в антиазербайджанском таком сегменте, то есть демонстрировать именно Азербайджан с отрицательной точки зрения. Мы все время это видим, мы это видели в годы войны, мы это видим позже, видим сейчас, и прекрасно понимаем, что определенные силы на это работают. Это как раз вот эти лекции, эти выступления, эти конференции, которые в Баку проводятся, вот эти выступления Ильхама Алиева, причем на различных форумах, это то, что помогает на сегодня демонстрировать реалии Азербайджана, то, что есть на Южном Кавказе. Оставайтесь в CBC, следите за аспектами иностранных, где вы будете в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!